Мы будем пользоваться формулой А плюс В квадрате. То есть, по сути, то, что происходит, это будет использование формулы начала нашего занятия. Начну с вещи совсем простой. Представьте себе, что на самом деле здесь мы это не знали. То есть, конечно, я написал, что это 95 квадратов, потому что у нас это число только что было. А вот представьте себе, что мы его не знаем. Примерная идея. Когда возводишь в квадрат какое-нибудь число, ну, например, единица с тремя нулями, то получаешь единицу с шестью нулями. Значит, что примерно произошло? Примерно в два раза увеличилось количество цифр. Согласны? Скажем, единица, после которой написано 10 нулей, превратится в единицу, после которой написано 20 нулей. Значит, начинать надо с того, что разделить, начиная с разряда единиц, по две цифры. Прямо вот так вот провожу. Кстати, это надо сделать везде. Это надо сделать везде, потому что... А после единицы не делали? Да, конечно, ну, как же... Ну, все-все, в общем, очень понятно. В общем, господа, во всех числах я разделил вот так вот по две цифры. И теперь замечательная идея. Вообще-то важны старшие разряды. Поэтому я, глядя на первую вот эту цифру, или на первые две цифры, я сразу могу понять, какая цифра будет здесь. Почему? А потому что, если я возьму число 100, то в квадрате это будет уже 10 тысяч, это будет уже больше. Значит, результат обязательно узнать. Во всех числах напишу первую цифру. Очевидно, что здесь 2. Очевидно, что здесь 4. Здесь 2. Здесь 5. Здесь 9. Здесь 2. Здесь 4. Это так очевидно? Давайте здесь. Потому что, если я возьму 500, то оно в квадрате даст 25 с четырьмя нулями. А это больше, чем это число. Значит, пятерку писать нельзя. А если я напишу тройку, то это даст 9. Это маленькое число. Если я напишу четвертку, это неинтересно вообще. А вот если я напишу четвертку, то это будет, смотрите, что такое. 1, 6, 0, 0, 0, 0. И вот это число меньше, чем 18, 66, 24. Значит, ответ это будет 4. И тут еще какие-то 2 цифры. Идея понятна? Да. Значит, мы с вами сделали очень важную штуку. Мы нашли первую цифру ответа. Вот сейчас наступает самое интересное. Давайте, например, вот это возьмем. Вот здесь написано цифра 2. Дальше будет следующая цифра. И сейчас, что называется, в игре у нас уже вот эти цифры. 6, 6, 5. Я обозначу эту цифру буквой х. Понимаете ли вы, что речь идет о 20 плюс х в квадрате? Потому что, скажем, 24, это 20 плюс 4. Или, скажем, 28, это 20 плюс 8. Так? А там разве не 200? Там разве не 200 плюс что-то будет? Нет, не 200, именно 20 с чем-то. Нет, там будет еще какая-то цифра. Конечно. Но сейчас, еще раз, я сказал, в игре сейчас у нас только первые 3 цифры. Следующие, они повлияют вот уже на эту цифру. По нашей формуле. А плюс Б в квадрате. Это есть 400 плюс, плюс что? 2 умножить на 20 умножить на х и плюс х в квадрате. А вот теперь смотрите, что это такое. Ну, 400 так и оставляем. А здесь можно х вынести за сколько? Получится 2 на 20 плюс х умножить на х. И вот х это должна быть цифра. Интересный вопрос. Что такое 2 на 20? 40. Совершенно верно. А что такое 40 плюс цифра? Очень просто. Дальше какая-то цифра. Дальше та же самая цифра. Вот здесь стоит наша цифра х. И вот их произведение должно быть не больше, чем 665. Итак, поехали. Во-первых, четверку надо вычесть точно. Получается, даже не 665, а 265. И теперь подбираем такую цифру. Ну, 41 на 1 это мало. 43 на 3 это будет 129. Тоже мало. 7 это будет уже много. 46 тоже много. Давайте 45. Давайте возьмем 45. Почему берем 45? Потому что когда умножаешь 45 на 5, то получаешь 225. А вот когда умножаешь 46 на 6, получаешь 276. Это много. Я уже нашел цифру х. Это пятерка. Сейчас я вычитаю вот этот вот результат. Это 225. Остается 4, 0. И, естественно, сношу вот эти цифры. 6, 4. Поскольку этот пример маленький, то давайте я его сразу на конца и засчитаю. У нас получилось число. Давайте вот эту цифру я обозначу у. И у нас опять простая история. 250 плюс у возводим в квадрат, да? Это будет что? Ну, на самом деле, 250 в квадрате мы уже вычли, поэтому это неинтересно. Я это, конечно, напишу. А вот интересно-то дальше. 2 на 250 на у и плюс у квадрат. Господа, это опять то же самое. Эта цифра у умножается на 2 на 250 плюс у. То есть в этот раз мы ищем такую штуку. 5, 0 цифра у умножаем на 5, 0 цифру у. Интересно, что здесь взять? Давайте 8. 8? А ведь правда 8. Когда 508 умножаешь на 8, то получаешь как раз 64, а здесь как раз 40. Отлично, мы решили один пример. 258. Победа? Да, победа. Да, кстати, давайте сейчас здесь то же самое быстро сделаем. 81, получается 925. Смотрите, что здесь надо искать. Удвоенная девятка, это на самом деле 18, поэтому здесь надо искать так. 1,8 какая-то цифра умножить на ту же самую цифру. Да, совершенно верно. Если здесь писать 5, то 185 умножить на 5, это как раз и есть 925. Отлично. Быстро идем дальше. Минус 25, здесь будет 980. Так, стоп. А вот здесь я ошибся. Здесь я ошибся. Потому что здесь как раз не бойко. Здесь 6. Потому что разбивается вот так. Здесь у меня просто совсем неправильно было. Здесь 6. Минус 36. Поскольку число четырехзначное, давайте его быстро насчитаем. Здесь будет 756. Смотрите, что мы ищем. 6 на 2, это 12. Мы ищем такую цифру, чтобы 1,2 эта цифра умножить на эту цифру. 6, вы абсолютно правы, да. Действительно. 126 умножить на 6, это будет 756. Все. Этот пример мы тоже сделали. Здесь вычитаем 16. Получается здесь 259. Здесь вычитаем... Сейчас должны умножить двойку на 2. Давайте написать звездочку. И вот мы ищем звездочку так, чтобы произведение было бы не больше, чем 159. Причем, насколько возможно, большую звездочку берем. 3. Отлично. Смотрите звездочку и напишите тройку. И результат уже пишем под 159. 1, 2, 9. Надо сейчас точку с посчитанным цифрами написать вот сюда. Здесь будет тройка. 23 умножить на 2. Знаете? 46. 46. Значит, надо писать. 4, 6 звездочка. И подбирать какую цифру, что 4, 6 эта цифра, умножить на эту цифру, будет не больше, чем 3032. Что это за цифра? У меня 4. Нет, 6 подойдет еще. Давайте проверим. А 7 уже нет. 466 умножить на 6. Да. 2796. Это как раз меньше, поэтому пишем. 236, да? Вы уже 6 написали. Сейчас мы должны умножить на 2. Кстати, заметьте, пожалуйста. Умножить 236 на 2 или 466 плюс 6. Это будет одно и то. Поэтому на самом деле можно было здесь не писать, а писать сразу результат вот туда. А здесь написать, наоборот, сумму. Кстати, когда много этих корней извлекаешь, то обычно так удобно. Итак, пишите, пожалуйста. 472. Вы не умножаете, а складываете. 466 плюс 6. Сколько будет? 472. 472. Отлично. И вот это и есть. Вот это число умноженное на 2. Классно? Замечательно. Ты сюда ставь звездочку, ты сюда ставь звездочку. И подбираем такую цифру, чтобы 4720 вот эта вот цифра умножить на эту цифру было бы... Здесь, по-моему, понятно, сколько надо взять. Только там не крестик, а плюсик должен быть все-таки. Да. Сейчас там уже должен быть плюсик, конечно. Раньше был крестик, теперь плюсик. Да. Так, какая цифра? Какая цифра здесь? Смотрите, чтобы получилось 5. Какая цифра дает умножение на себя пятерку? 5. 5, конечно. А теперь вопрос. Правда ли, что 4725 умножить на 5, это 2625? Правда или неправда? Ответы написали не сюда, а не сюда. На 5, на 5. Сколько? Да. Да. 6, да, молодец. И дальше 23. И дальше 23. Спасибо. Мы все сделаем. 2365. Так, считается, что все успели переписать. Молодец. Нет и 4. Важно, что удвоенное. 264, но вот здесь 3. Здесь 3. Так, 3. Вот здесь. Ну, вместо звездочки. Не понял. 3 или 4? 3. Здесь. А почему тогда 264? А, нет, стоп, стоп, секунду. Вы должны были результат написать не сюда вниз, а вот туда. Да, 9. Так. Да, отлично. Здесь получается 7, а вот здесь вот. Да. А, переписываем вот так. Да, да, да. Куда я долго написать? Трою. Звездочка? Может, да. Звездочка получается 1724. Сейчас. Равно. А, все. Это вы нашли последнюю цифру. Да. Ну, да. Здесь у нас 30. Значит, нам надо найти число, которое... Нет, 30 уже вычли. Уже 5 получилось. У нас получается 5. Да. Получается здесь 580. Да. 5 умножить на 2 будет 10. Правильно. 9. Специфрка какая-то, да. Умножить на звездочку. Да. Должно получиться не больше, чем 580. Молодой человек, когда говорят писать крупно, не надо переувеличивать. Нормально, нормально. Это лучше. Это лучше, чем мелко. Итак, что за цифра? 4. Нет, не 4. 5. 5. 5 годится. 6 уже слишком много. Это будет 600 с чем-то. А вот 5 можно. Все отлично. Пиши там в ответ. 5. 105 умножить на 5, это сколько? Нет. Да, да. Это 525. 525. 525. Равность получилась 55, да. Значит, дальше надо приписать 25. Стереть. Все-таки вот тряпки взять, стереть вот это. Ну и теперь что у нас будет? Нет, не 55. Удвоенное. Не больше, чем 60. Да. И что это за цифра? Со мной надо после 11. Там было 110 и цифра, да. Но там все равно 5. Еще раз, смотри. Умножил 55 на 2. Получил число 110. Вот его надо было написать. После этого идет звездочка. И вот надо, чтобы произведение числа 1100, какая-то цифра, да, да, да. Только не звездочка 5, а вместо звездочки 5. Так. Да. И это произведение чему равно? Да, да, да. 5525. Результат будет 5. Спасибо большое. Так. На самом деле, примеров осталось всего 1. Значит, нужен последний герой. Давайте. С чем-то умножить на... Чтобы было не... Конечно, 3. Да. Да. Надо 3 уже писать в ответ. В ответ. Да. 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 Снести следующие две цифры. Да, правильно. Сложить 83 и 3. Это получается 86. Нет. Прямо здесь пишем. 86. Написать здесь вилосточку. Да. И теперь подбирать, чтобы произведение было бы не больше, чем 1033. Не надо писать произведение сюда. Надо понять, что за цифра здесь. Конечно, пишем сюда. 861. Да. Получается 172. Вы неправильный месяц стали писать. Поэтому у вас мешается, да? Но сюда надо писать отмещательную единичку. Так. Теперь здесь пишем. 862. Да. Сбрасываем. 44. И что же это у нас такое? Это у нас получается. Конечно. Все, все, да. Спасибо. Но видно, когда умножаешь 8622 на 2, то как раз получается. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.